Не стоять на месте, двигаться к цели и мечтать. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня актер Денис Евневич, который горит, кипит и фонтанирует идеями. Привет. Привет. Собрались мы с тобой сейчас не просто так, я знаю, что у тебя всегда в голове, в душе какие-то происходят затеи, идеи, я не знаю, какие-то вещи, которыми ты живешь. И сейчас ты живешь одной из идей. Успокоиться не могу, но эта идея не новая, эта идея, в принципе, так или иначе была затронута и в прошлых передачах, когда ты меня приглашал, а я с удовольствием приходил. Вот. Я, да, продолжаю заниматься созданием своего театра. Мы с тобой говорили, что это семейный театр. Что ты вкладываешь в это понятие? Потому что то ли это, ну, как бы для всей семьи, то ли это, идея, да, состоит в том, чтобы на сцене были и взрослые, и дети. Я объясню. Опять же, да, возвращаясь к тому, что мы неоднократно говорили уже об этом, и прежде чем, наверное, затронуть эту тему, надо сказать об истоках. Как когда-то, когда я выпускал спектакль на Веченто, да, и мы разговаривали, что почему, как я пришел к этой работе. И от того момента, когда я это затеял, да, и когда это случилось, прошло два года, там, два с лишним даже. И тогда я тебе говорил, я просто помню, что я уже успокоился по этому поводу, что раз идея есть, значит, какой-то есть запрос в космос, и она уже работает. Естественно, что я не сижу на пятой точке ровно, да, и продолжаю работать. Ну вот, для этой идеи тоже должно было сложиться очень много факторов. Они до конца еще в одну картину не сложили, вся эта мозаика, но постепенно начинает складываться, что, да, что меня начинает радовать. Потому что появляются случайно, хотя все случайности, опять же, не случайно, да, появляются люди, которые заинтересовываются этой идеей, заражаются ею на бескорыстных, что для Самары очень большая редкость. Потому что к Самаре, к сожалению, я сплошь и рядом сталкиваюсь, если не с прямым вопросом, то с немым вопросом в глазах, а что я с этого поимею. Ну да. Наконец-то появляются люди, которые, учитывая, конечно, свои интересы, да, какие-то, но все-таки на каких-то альтруистских и бескорыстных началах хотят в этом поучаствовать. Потому что, ну, видимо, все-таки ритм жизни современный диктует такие условия, что о душе все равно приходится думать рано или поздно. И если душа наша, мысли, там, не получают пищу для развития, а не просто информацию, да, ежедневную, то приходится туго. И народ сейчас постепенно как-то вот возвращается в такие, к этим вещам, к этим истокам. Это и показал, вот, опять же, крайний спектакль на Веченто, к которому я не играл достаточно продолжительное время. Да, я пришел, и народ сам... В начале февраля. Да, народ сам начал требовать, то есть через социальные сети не требовать, спрашивать, когда будет спектакль, мы очень хотим. И вот вернулись мы к этому проекту, слава богу, нашли площадку, и сейчас спектакль этот, не то что вторую жизнь приобретает, продолжает свое развитие, вот так вот скажем. Вот, этот спектакль был создан, создан под брендом «Мы театр», да, о котором мы, опять же, уже говорили. Это, в принципе, создание нового театра. И вот в этой концепции, да, нового театра, которую я там как-то прорабатывал, для себя просчитывал, появился очень важная составляющая в понимании того, в моем понимании, как это должно все-таки быть, и чем это будет отличаться от других театров, допустим, да. Да, дело в том, что осенью, в сентябре, да, я начал работать в открывшейся в Самаре студии Хабенского, вот, из которой спустя два месяца, по-моему, я ушел, из-за удаленности, из-за других факторов, из-за небольших разногласий, из-за отсутствия, на мой взгляд, там, в моем понимании, педагогического процесса. Ну, они не позиционируют себя как какая-то педагогическая студия, они студия творческого развития, как бы, и у них своя программа, тут вопрос стоял только в том, принимаю я это или не принимаю, я это не принял и ушел, вот. Я считаю, что это немножко, ну, с моей стороны было нечестным по отношению к детям, вот. И в студии я подчеркнул одну очень интересную мысль для себя, почему такое разделение, да, там, детские студии, они выпускают спектакли детские. В театре драмы, допустим, да, у нас были спектакли, где участвовали дети, и это большая проблема. Дети очень быстро растут, и сейчас есть спектакль. Да, все время заменять спектакль. Сейчас есть спектакль Леди Снайт, где там вот, значит, Федя у нас вырос, да, все актерские дети выросли, уже вот Федя, уже и братья уже актерские выросли, и в этом году пришел, ну, можно сказать, мой ученик на роль, это, значит, мальчишка 41-й школы, в классе, в котором я ставил два года спектакли, он очень подходит, ну, как-то, когда встал вопрос, значит, я обратился, и он с удовольствием, родители его с удовольствием откликнулись, мы сейчас вместе работаем. Так вот, существует куча проектов и в театрах, и в драматургии существует много литературы потрясающей, да, ну, взять, к примеру, «Синюю птицу», которую, я знаю, хотели поставить там в Самарте, шел разговор, да, но не поставили, я не знаю, почему они ее не поставили, но я понимаю проблему современного театра, ну, в плане, там, организации детского, да, присутствия детей в этих спектаклях, это практически невозможно, потому что приходится устраивать какие-то кастинги, дети все равно приходят разного уровня подготовки, они, как правило, к сожалению, приходят уже заштампованные, потому что в студиях тоже требуют либо какого-то результата, вот, какие-то клише, они начинают жеманничать, То есть, это как и артистов, детей тоже нужно готовить к выходу на сцену, но вот сегодня я, допустим, не понимаю, как можно взять «Синюю птицу» и поставить в профессиональном театре, потому что сейчас общество и технологии до такого степени, да, уже выросли, что мы не готовы, ну, я лично, как зритель, не готов пойти на условность того, что взрослые дяди и тети бегают восьмилетними детьми А ты веришь в то, что они восьмилетними? Конечно, ну, и детей уже ты не заставишь в это поверить, потому что, говорю, телевидение, интернет, блин, я не знаю, как, ну, ты понимаешь, да, что я говорю? Понимаю, но невозможно, конечно Невозможно в это поверить, это выглядит уже немножко абсурдом и попахивает каким-то нездоровым сумасшествием, на мой взгляд, ну, потому что, ну, это правда, это бред Дети должны играть детские роли, но театры не имеют возможности, поэтому мне показалось на данном этапе, что это может быть интересно, я не отказываюсь от своих планов, что касается взрослого театра, да, то есть мы, по сути, начинаем формировать, создавать театр, который пока не имеет помещения У нас есть мой моноспектакль, с которого я начал формирование этого театра Сейчас есть проект, который, не знаю, либо к концу этого сезона, либо к началу следующего, я надеюсь, что мы выпустим, это уже будет полноценный спектакль Это будет двухактовый с антрактом Двухактовый с артистами, которые каждый будет играть определенную роль Это будет мировая классика, я сразу могу сказать, это будет комедия, потому что, ну, так как мне приходится заниматься не только творчеством, но и развивающим Развитием всего этого, я пришел к пониманию, что без этого, к сожалению, никуда не уйти Ну, конечно Ну, если брать, опять же, историю мировую, там, историю советского театра И Товстоногов, когда пришел в ВДТ, поставил Хануму, и все очень сильно возмущались, почему так Он поставил Хануму, пришел зритель, и потом он начал этого зрителя воспитывать, да Вот, поэтому должен быть спектакль, который не только зарабатывает деньги, но и соответствует концепции заданного формата нашего театра Вот, поэтому это классика, это не дешевая бульварная будет комедия, это будет комедия со смыслами, я не буду раскрывать название Слушай, а уже очень интересно, я уже чувствую, как ты меня пригласишь на генеральные прогоны Обязательно приглашу, если будет интересно, мы потом обязательно поговорим Так вот, но взрослый театр, это взрослый театр И возникла идея, так как, ну, я не буду сейчас говорить, это, наверное, не совсем утично будет Произошел небольшой конфликт в студии Хабенского, и большая часть педагогов оттуда ушли Мы, так как команда сформировалась, и люди все интересны, это и артисты театра Самарт, и артисты других городов Самары Которые занимаются уже не первый год педагогической деятельностью Есть и хореограф, и вокалист, и педагоги по мастерству, и по речи Слушай, ну хорошая команда, если все уже есть Да, команда есть Возникла, прежде всего, проблема помещения Потому что если театр еще может, да, существовать на каких-то площадках, арендуемых, но репетировать там где-то подвалом и в кулуарах То детская студия должна иметь свое помещение, которое должно соответствовать определенным стандартам Да, это и окна, и проветривость, и куча-куча всего Это большая ответственность Но как-то тогда мы обсудили это, и обсудили с родителями, которые очень переживали из-за того, что мы ушли И говорят, ну, а давайте вы сами, вот, и мы придем, мы хотим Я говорю, ну, надо будет подумать, это все не так просто И потихонечку меня эти родители все время, когда, 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 когда Мы хотим к вам, дети соскучились по вам, мы хотим, простите Мы хотим, чтобы вы именно преподавали, вот дети хотят ходить к вам Сейчас нашел я помещение, нашел людей, которым это интересно Которые практически готовы на безвозмездной основе это предоставить И сейчас стопорит, опять же, моя сумасшедшая занятость в театре Это немножко, потому что до конца февраля мы должны в Черне выпустить премьерный спектакль Жанны Который будет приурочен к бенефису замечательной артистки нашего театра Елене Санне-Лазаревой Вот Плюс дополнительные мои подработки в школах, где я уже работаю с детьми на протяжении 8 лет И должен за февраль, опять же, поставить два спектакля Плюс не за горами очередной день театра и кушать подано Кушать подано три уже будет Уже четвертый Уже четвертый, да И руководство выразило желание и сказало, ребята, давайте, нет, надо делать Мы это решили делать, мы это делать будем Я не знаю, насколько это будет кушать подано в этом году Тот триптих, я думаю, что мы немножко уже отложим и будем менять формат Потому что в этом году, во-первых, есть события исторического масштаба Это столетие революции И мы как Пошутим по поводу революции Да, не можем обойти эту тему стороной Вот, к тому же у нас есть замечательный исполнитель роли Ленина Конечно Неоднократно в «Капустниках» И есть другая команда, там уже мы распределили Не буду раскрывать все секретов, надеюсь, что это будет интересно Вот, а в апреле, после того, как вот этот основной груз с плеч мы сбросим Я думаю, что мы устроим кастинг И кому интересно, кто следит там за моим творчеством Или просто заинтересуется студией Думаю, что в апреле мы проведем какой-то уже кастинг Какие-то пробы детей Вот Информация появится в моей группе Мы планируем сделать студию Будет базовое помещение Это будет историческая часть города И для удобства Пока вот тоже есть предложение нам двух помещений Это Московское шоссе Как филиалы, чтобы просто детям было удобнее заниматься Для чего это делается? Это будет не только студия там условно-творческого развития Да или не просто театральная студия, где занимаются дети Это будет студия, с одной стороны И направленная прежде всего на развитие детей Мне очень приятно, что два месяца позанимавшись с детьми Мне вот дети приходили на спектакль недавно Говорят, Денис Владимирович, вы знаете, мне сказала Учительница по-русскому и по литературе Что, значит, у меня очень исправилась речь Я очень хорошо стал читать и очень хорошо говорить С помощью элементарных упражнений Которые в течение четырех лет там проходят студенты театральных вузов Вот, это и развитие речевое, танцевальное, пластическое Это и, ну, то, чем я, допустим, занимался с детьми, да, на первых порах упражнения Это не значит, что мы даем им текст, будем давать, да, и чтобы с ними сразу репетировать Это прежде всего развитие фантазии, памяти, основополагающих элементов Ну, в принципе, мне кажется, необходимых любому человеку Мне кажется, даже если этот ребенок в будущем не станет актером Это для него все равно будет очень полезно и приятно Вот, а уже достигнув какого-то развития, мы планируем выводить детей, создавать спектакли Как только детские, допустим, да, где будут заняты дети Есть уже несколько идей, мы с ребятами обсуждали их Именно, вот, именно детские спектакли, которые, ну, я понимаю, что если мы там не найдем Есть люди, которые готовы уже оказывать небольшую, там, спонсорскую помощь, там, на заплаты педагогам минимальные Я надеюсь на эти деньги для того, чтобы плачать педагогам, потому что, как бы, ну, мне, себе пока ничего не надо Я готов сейчас работать за идею Главное, чтобы это начало работать и приносило, прежде всего, творческое удовлетворение Как педагогам, так и детям Вот, но понимаю, что если мы там не привлечем определенное количество спонсоров, нам придется зарабатывать деньги Но я все-таки надеюсь, что эту историю я тоже продавлю и что мы будем зарабатывать деньги Эта идея не новая, но она благородная, и меня она очень греет Делать какие-то театрализованные представления, приглашать и из детских домов детей, и больницы И просто организовать какие-то, там, даже спектакли, да, зарабатывая деньги, участвовать в благотворительности Это что касается вот именно детского творчества, да, плюс будут какие-то взрослые спектакли И, конечно же, в планах это все соединять То есть делать спектакли, вот, допустим, опять же, ту же «Синюю птицу», которую я мечтаю сделать Если будут исполнители, и будут определенное количество детей, и будет еще куча всего сложиться Потому что, ну, это, если делать, это надо делать, конечно, грандиозно Но то, как ты рассказываешь, это просто такой какой-то новый театральный мир, в котором все должны сосуществовать по какой-то определенной линии Такая, можно сказать, утопия, но я надеюсь, что все-таки это не совсем утопия, что она воплотима в жизнь Потому что, ну, многое, многое уже, говорю, в этой мозаике сходится И есть замечательный друг мой, там, Петя Жуйкова, он познакомил, это его вообще друг детства Который вообще техником, какой-то супертехник, он делает квесты в Красноярске Его даже отправляли в Лос-Анджелес, он в Лос-Анджелес ездил, там делать квесты Он технические чудеса делает, просто невероятные И был разговор с ним на предмет поучаствовать вот в театральном А, допустим, сказка «Синяя птица», она предполагает какое-то волшебство И он с удовольствием готов тоже в это включиться и поучаствовать То есть это должно быть... Ну, вот, конечно, вот у меня в перспективе, да, сейчас там вершина первая Это вот «Синяя птица», это сделать настоящего, чего нет в Самаре, к сожалению, как мне кажется Это к вопросу, почему семейный театр и для кого он Это театр для всей семьи, куда родители могут прийти с детьми, с бабушками, с дедушками, не знаю Где всей семье будет комфортно и не нужно будет объяснять, там, да, почему там в детской сказке Ну, на многих форумах пишут, почему это вот так вот, а не вот так вот, да Этот театр будет направлен прежде всего на... Ну, на... не то, что на поиск, а, наверное, больше на напоминание каких-то незыблемых сакральных вещей О которых мы за этой суетой забываем, о дружбе, о преданности Вот мне, в силу там каких-то моих жизненных перипетий, да, захотелось на каком-то этапе думать и смотреть именно в эту сторону И развивать именно в это вот, в творчестве, вот то, что мы в себе очень сильно гасим в последнее время Какие-то настоящие положительные эмоции, мы стесняемся своих эмоций, мы боимся Мы все время носим какие-то маски, пытаемся быть, там, не знаю, деловыми, крутыми или очень веселыми, а домой приходим, да Вот какие-то... такие эмоции вызывать у людей, после которых хотелось бы выходить и дальше жить, и улыбаться, и радоваться жизни Вот на что мне хочется направить этот театр Слушай, звучит, во всяком случае, потрясающе, и я тебе желаю очень, чтобы у тебя все это получилось А знаешь, какой ты настырный, в хорошем смысле человек, не сомневаюсь, что получится Хочу еще кое-что с тобой обсудить В прошлый, по-моему, раз мы с тобой виделись, ты ко мне пришел лысый, как бильярдный шар Зачем-то, и так, не очень рассказывал, зачем, ты вот там, все нормально? Да, все нормально, но пока, к сожалению, я не могу дальше хвататься с такой прической, потому что, ну, репертуар мне, к сожалению, не позволяет А та роль, которую мне обещали, и на которую я очень сильно понадеялся Ну, как говорится, обещанного три года ждут, прошел только год и... Ну, если что, еще раз побреешься, ничего страшного уже Да, ну да, я думаю, что рано или поздно, и от этого вряд ли мне удастся убежать Ну, и не стоишь на месте, вот буквально недавно были в январе месяце съемки, там, пяти- или четырехдневные Какого-то триллера, да, нам много чего не рассказывали, сценарий я не читала, мне никто не дал Но, тем не менее, я предлагаю посмотреть сначала сюжет с нашими телезрителями, да, которые мы на съемочной площадке сняли А потом ты, может быть, что-то нам расскажешь, смотрим Ну, хорошо, давай Мотор Камера Хлопушку в кадр Ниже хлопушку Начали! На роль главного героя фильма был выбран актер драматического театра Денис Евневич Секретами сценария короткометражки «Представь, что ты машинист» делится неохотно, чтобы сюрприз не испортить Все безумно серьезно Какие-то невероятные бороды, щетины привезли То есть, то, что длинные волосы, это еще только начало, сейчас только первая картина Куча всего интересного по гриму Сценарий Сценарий необычный Неоднозначный, поэтому Судя по пробам, я могу сказать следующее Когда мы пробовали, то есть в сцене написано одно Режиссер просит подкладывать под текст совсем другое Поэтому, что из этого получится Безумно интересно По сценарию главный герой, писатель Становится действующим лицом собственной книги Жанр определен как триллер Хотя московский режиссер Тэмоэ Садзе считает, что не все так однозначно Это драма, драма человека Драма маленького человека, как мы говорим с времен Гоголя Это история об инфантилизме О том, что происходит сегодня со взрослым человеком Который оказывается в тех условиях, в которых мы сегодня благополучно живем Создатели планируют представлять фильм на российских и международных фестивалях Но для самарцев обязательно будет организован премьерный показ Творческие люди, артисты, режиссеры бывают очень суеверными Одна из добрых кинотрадиций – это разбивать тарелочку перед началом съемок На ней расписались все участники, артисты, операторы, режиссеры Ну, в общем, все, кто задействованы в съемках этого фильма И потом по кусочку раздают, опять же, всем участникам процесса На этот раз кусочек тарелки достался и нам Ты кусочек тарелочки-то хранишь? Конечно Я тоже, у меня на рабочем столе лежит Да? Расскажи, что это? Про что? Ой, во-первых, такая ностальгия Сейчас посмотрел сюжет, это такая ностальгия Слушай, это были какие-то невероятные, на самом деле Это вот ты приехал, это первую сцену мы снимали Это были пять дней какого-то, не знаю, волшебства просто Вот честное слово Это было невероятно здорово Я говорю, сейчас вот сижу, блин, думаю, слезы просто аж наворачиваются на глазах От того, как сильно хочется снова туда Да, это было трудно, это были спартанские условия Но это было невероятно интересно По сценарию могу сказать, я до сих пор ничего не понимаю Ну, правда, там... Ну, это триллер, это действительно триллер? Это триллер, да, это триллер Ну, вот, понимаешь, вот там я давал интервью Одному из порталов, да, где написали потом В Самаре сняли там пародию там Или что-то, не помню, как они написали На фильм Скорсезе «Проклятый остров» Я им просто для примера привел и говорю, как объяснишь Вот ты смотришь «Проклятый остров», да, с Декаприо Ты вроде следишь за сюжетом, но понимаешь, что какая-то фигня все время Какая-то ерунда происходит И только к концу ты понимаешь, все это, опять же, во что-то складывается Так и здесь Здесь, там, ну, условно, да, я персонаж, который там, это уже анонсировал Оказывается героем своей книги Как он оказывается героем своей книги? Его сбивает машина, он пошел в магазин, ночью его сбивает машина Но человек, который едет в машине, это тоже я И еще куча народа, это я И, то есть, там, оказывается, там куча всяких переплетений И, в конце концов, что я, это вообще не я А это Володь Сопрыкин, да? То есть, как бы, вот это, что за связка, почему вы получили Я знаю, что с Сопрыкиным, Владимиром, вы, а как бы, одного персонажа Ну, один персонаж, и в то же время и один персонаж Я говорю, я до конца Я на первый съемочный день начал спрашивать Я говорю, Тимо, блин, я безумно счастлив, что я познакомился с этим человеком Это, это потрясающе Просто человек, творческий, тонкий психолог Интеллектуал очень большой Мы за кадром сколько общались, сколько обсуждали вообще проблем Кино, театра и всего-всего на свете Это было очень интересно И в кадре он очень сильно помогал, интересно И всегда поддерживал Я спрашивал у него, говорит, Эмо Я вот не понимаю Вот, вот, вот смотри Вот здесь вот так, вот так Он начинает объяснять И запутывает еще больше Я говорю, так, давай, чего делать? Просто, что делать? Говори, я понял, что это тот случай, когда лучше не вникать Вот просто скажи, что нужно делать, я буду делать На том мы и сошлись И потом хохотали И в первый съемочный день под вечер Там еще была одна очень смешная история, я сейчас расскажу Но к вечеру, когда Сопрыкина как раз Вовку привезли на съемки Вечерние, ночные, долгие, метель была Погода очень сильно помогала Очень красивые кадры наснимали Я не знаю, вот сейчас поведу в конце февраля на озвучку И посмотрю, что там получилось Могу уже там приличные встречи рассказать более подробно Что из этого получается Вот, и Вова говорит, слушай, а вот я хотел спросить Я говорю, Вова, Вова, не спрашивай И вот, говорю, я так уже договорился Ты, может, играем? Он мне говорит, и все А дальше он понимает, что туда, значит, туда Нет, он тебе подскажет Ну и вот, как бы на том мы разошлись А вот после этого сюжета, как раз, когда ты сняла Мы отсняли первую эту картину Она была очень коротенькая И меня, значит, повели в Гримваген Фотографии есть в соцсетях Где наклеивали огромную бороду Человека без определенного места жительства Парика и костюм и шапка Зафактурили руки Я выхожу из Гримвагена, значит И пошел до съемочной площадки Где-то метров, наверное, там 100-150 было до площадки Думаю, выхожу, я же артист Надо же мне поискать эту пластику немножко Понять Бомжа? Ну да Это вот, опять же, мой персонаж Который заблудился в этих уже В своем подсознании И он бродит То есть он вот Заблудившийся в своем подсознании человек Ну, пускай бомж будет, да? Я иду Достал что-то сигаретку Подкурил Иду ищу походку И вдруг вижу Пять или шесть школьников Лет 13-14 О, смотри И начинается он просто Я думаю, да ладно Ну неужели я привык к театральным бородам Неужели я так быстро нашел? Которые видно А здесь действительно киношные бороды Вот с метра Ты не отличишь просто Приклеенная эта борода Или это натуральная Она не просто как театральная Да, полностью клеится Она из нескольких частей Они склеятся отдельно Это отдельно Височки отдельно Все это выглядит очень живо Ну и действительно Очень натурально Плюс грим Плюс все Плюс самочувствие И значит Я, ну как-то так иду И один из них Такой самый смелый Значит, отлепляется И ко мне Есть сигарета Человек Мальчику лет там 14 Ага И у меня спортивный азарт Я думаю, ну неужели не узнает Ну неужели не видно, что я загримированный Я ничего не... Он сигарет А, сигарета есть я И он Смотрите, смотрите На меня напали И начинает провоцировать своих друзей Я понимаю Это этот кошмар Который роликами завален интернет Да, когда они снимают на телефоны Избивают этих людей Кошмар, слушай Я понимаю, что идет просто прямая провокация Вот сейчас вот на то, чтобы Они же не знают, что там чуть дальше За углом съемочная площадка Для них идет по пустой улице Человек Не совсем опрятного вида Которого сейчас можно поснимать на телефон И у меня с одной стороны Спортивный азарт Потому что меня не узнают Значит, я продолжаю в этом существовать дальше Не разоблачу Не говорю, что так, ребят Ну-ка идите нафиг отсюда Я тут кино снимаюсь А с другой стороны Мне противно этой ситуации Что он сам-то чуть поменьше остальных Чем закончилось время-время В общем, он Те шли с девчонками впереди И сказали Ай, ладно Говорит Ну я уже думал Сейчас только подойдите Я сейчас на всю жизнь у вас Отопью охоту Бить слабых Ну, в общем, это закончилось тем Что те говорят Ай, с девчонками мы идем Отвали И он тоже не стал один прыгать И ушел Да, на самом деле Много было очень весело Ну, это получилось, да? То есть пластика Все срослось И все поверили Слушай, спасибо тебе огромное Что ты пришел Нет, жалко, что я такой короткий эфир Да, скоро еще Давайте делайте передачу побольше И уже нормально Еще скоро увидимся Со зрителями Прощаюсь до следующей пятницы Пока-пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok